Добрый вечер! В эфире итоговый выпуск Вести Карачева-Черкесия. Сегодня глава Карачева-Черкесии Рашид Темрезов выступил с ежегодным посланием Народному собранию Карачева-Черкесии. Он сообщил об основных результатах деятельности за 2023 год и задачах органов власти всех уровней на текущий год и ближайшую перспективу. Подробнее Артур Мхце. Ежегодное послание главы региона Народному собранию – своего рода лакмусовая бумага, происходящих в Карачаево-Черкесии изменений, что уже сделано и что необходимо выполнить в ближайшее время для развития различных сфер деятельности и улучшения жизни населения. Во Дворце культуры, где должен был выступить Рашид Темрезов, собрались представители законодательной и исполнительной власти в республике и муниципальных образованиях, руководители силовых ведомств и общественники. Глава Карачаева-Черкесии отметил, что президент России Владимир Путин обозначил конкретные цели и задачи во многих сферах. Если еще пару лет назад развитие республики было сосредоточено на обеспечении стабильности, то теперь речь идет о разработке долгосрочных стратегических решений в экономике и социальной сфере. За минувшие пять лет нам действительно удалось добиться ощутимых, позитивных изменений, улучшения качества жизни наших граждан. Но главное это не цифра, не масштаб преобразования, а социальное самочувствие наших граждан, которое включает в себя чувство гордости за свою страну, за свою родную республику. Одна из главных на сегодня тем касается специальной военной операции и оказания всесторонней поддержки как ее участникам, так и членам их семей. Глава Карачаева-Черкесии рассказал о работе, которая ведется в данном направлении. В частности, о принятых на законодательном уровне мерах и о роли, которую играет в регионе филиал Фонда защитников Отечества. В первые дни специальной военной операции мы ведем развернутую систему социального сопровождения участников спецопераций и членов их семей, что является важнейшим направлением деятельности правительства и единого республиканского штаба. К концу 2023 года по итогам встреч в семье военнослужащих сформированы и были приняты дополнительные меры социальной поддержки для ветеранов боевых действий, участников специальной военной операции и членов их семей. Большое внимание Рашид Темрезов уделил социально-экономическому развитию региона, строительству объектов различного назначения, совершенствованию туристической отрасли, обеспечению населения работой, а также энергоресурсами, газом, водой, электроэнергией. Затронул глава республики и такое направление, как развитие транспортной инфраструктуры. В прошлом году в Карачаево-Черкесии отремонтировали 71 участок дорог регионального, муниципального и местного значения общей протяженностью более 90 километров, а также 5 мостов. Закупили около двух десятков современных автобусов. Большинство из них уже отправились по востребованным маршрутам Черкеска. Одной из мер поддержки дорожного хозяйства республики явилось использование специального казачейского кредита, который позволил досрочно приступить к ремонту автомобильных дырок Кисово-Карачаевск, Семеновск. И я ведущий туристко-репортационным зонам протяженностью в 26 километров. Здесь я опять, возвращаясь к стройкомплексу, хочу обратить пристальное внимание, брат Олегович, на качество исполнения дорожных работ, строительных работ. Глава Карачаева-Черкесии рассказала о том, что сделано в регионе для увеличения продолжительности жизни населения и обеспечения людей мерами социальной поддержки. Так, реализуемые в рамках проекта «Демография» мероприятия уже позволили значительно сократить общую смертность, при этом сохранив ранее достигнутые показатели рождаемости. В республике сегодня действует более 30 мер социальной поддержки льготных категорий. Увеличены размеры выплат при рождении детей, а также компенсации от стоимости обучения для ребят из многодетных семей. Самое главное, что это всё нам помогло сохранить уровень рождаемости нашей республики и самое главное, обеспечить естественный прирост населения. А сегодня, в первой части, естественный прирост населения. Образование, здравоохранение, спорт, культура. В своём докладе Рашид Темрезов детально остановился и на каждом из этих направлений. Так, по поручению президента России, уже в ближайшие месяцы будет начата реконструкция здания Республиканского драматического театра. Масштабные работы ожидаются в Черкесске и в рамках подготовки к празднованию в 2025 году 200-летия региональной столицы. Не была забыта и молодёжная политика. Тем более, что нынешние молодые люди готовы и хотят активно участвовать в жизни Карачаева-Черкесии и развитии всех сфер деятельности в регионе. Пользуются повышенной популярностью такие важные и масштабные проекты, как Высокогорный форум «Махар», «Молодёжь России», «Регион для молодых». В ближайшее время появится в Республике и молодёжный парламент. В завершение послания глава Карачаева-Черкесии поблагодарил представителей Народного собрания и правительства за совместную работу и поддержку тех инициатив, которые в конечном итоге помогли и помогают Республике планомерно развиваться, совершенствовать все сферы деятельности и создавать комфорт для населения. Рашид Тимрезов выразил уверенность, что любовь к родной земле и забота о людях позволят и дальше успешно преодолевать возникающие трудности и вызовы времени, обеспечивать достойную жизнь всем гражданам. Артур Макцелебастанов, Миха Каракелян, Вести, Карачаево-Черкесия. Сегодня глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов принял участие в заседании координационного совещания по вопросам безопасности, противодействия коррупции и обеспечения правопорядка на Северном Кавказе, которое провёл полпредпрезидента России в СКФО Юрий Чайко. Обсудили меры по повышению уровня антитеррористической защищённости объектов транспортного комплекса, а также совершенствованию совместной деятельности в сфере информационного противодействия терроризму и экстремизму, что особенно важно в период проведения СВО. Юрий Чайко отметил, что безусловным приоритетом должна стать практическая отработка мер обеспечения антитеррористической и противодиверсионной защиты. По итогам заседания полномочным представителям президента в округе даны конкретные поручения. МЧС предупреждает, сегодня до конца суток, 19-20-21 июня, местами в Карачаево-Черкесии ожидается сильный дождь. Ливни в сочетании с грозой, градом и шквалом 20-25 метров в секунду. Сейчас прогноз погоды от синоптиков. В Карачаево-Черкесии местами кратковременный дождь гроза. В отдельных районах сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и сильным ветром 20-25 метров в секунду. Ночью и утром местами туман. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Порывы 11-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 15-20, в горах местами плюс 8-13, днём плюс 25-30, в горах местами плюс 16-21 градусов. В Черкесии кратковременный дождь гроза. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Порывы 11-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 18-20, днём плюс 28-30 градусов. Участник специальной военной операции из Карачева-Черкесии Аймира Као стал победителем премии «Лидеры России». Признание в номинации «Стань ролевой моделью. Продвигай открытое лидерство». В ходе сбора заявок более 250 участников конкурса рассказали свои истории успеха, поделились достижениями и результатами работы. Наш земляк Аймира Као победил в номинации «Стань ролевой моделью. Продвигай открытое лидерство». Победители номинации являются примером упорства и несгибаемой воли. Выполняют свой долг в зоне специальной военной операции, помогают восстанавливать экономику, социальную и хозяйственную инфраструктуру освобожденных российских регионов, занимаются патриотическим воспитанием подрастающего поколения, оказывают гуманитарную помощь. В Черкесске прошел межрегиональный фестиваль «Пушкинские дни» на Северном Кавказе, посвященный 225-летию со дня рождения солнца русской поэзии. Праздник организован по инициативе Карачева-Черкесского отделения КПРФ. Почетными гостями мероприятия стали первый заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин, член Президиума ЦК Казбек Тайсаев, а также ценители поэтического слога со всех регионов СКФО. Ахмад Халкечев продолжит. Межрегиональный фестиваль является продолжением большой серии мероприятий КПРФ, посвященных 225-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. Торжественную часть гостей мероприятия предварили возложение цветов к помедникам. Основные мероприятия праздника развернулись на пешеходной части улицы Первомайская и в Центральном сквере Республиканской столицы. Одним из главных событий фестиваля стал финал конкурса чтецов с говорящим названием «Пушкин в наших сердцах», в отборочных турах которого приняли участие более 500 молодых чтецов. Стихи и проза Пушкина читались как на русском языке, так и на языках народов Северного Кавказа. Там озаре прохлынут волны на бреб песчаный и пустой, и 30 видели прекрасных, чередой из вод выходят ясных. От имени Геннадия Зюганова всех участников, призеров и победителей финальной части конкурса поприветствовал первый заместитель председателя ЦК КПРФ, депутат Государственной Думы Юрий Афонин. Он обратил внимание на вневременную актуальность творчества Александра Сергеевича. Наследие Александра Сергеевича Пушкина, оно очень актуально. Оно не только имеет литературный, но и гражданский, патриотический характер. А это дух многонациональной страны. Мы благодарны и руководству республики, и вашим жителям за то, что сохраняется межнациональная дружба. Для того, что развиваются культуры разных народов, проживающих в Карачаево-Черкесии. Ну а на Первомайском мини-Арбате расположились палатки партийных отделений КПРФ из всех регионов. А также подворья пяти субъект, образующих народов Карачаева-Черкесии. Подворья, организованные усилиями республиканского Минкульта и администрациями муниципалитетов, ярко представляли традиции, обычаи, предметы быта, национальные блюда, а также произведения художественных и народных промыслов. Не зря говорят, что Пушкин в наше все, и для любого жителя нашей страны, любой национальности, это, наверное, главный поэт, которого все мы изучали в детстве, чьи стихи мы любим с раннего возраста. И действительно, это объединяющий фактор, как русский язык является объединяющим для нас, для всех, так и сам Александр Сергеевич и его творчество. Но и нам есть, что показать, потому что творчество наших поэтов, культура наших народов, они позволяют нам с гордостью вот так ее показывать нашим гостям, что мы сегодня и делаем. После завершения конкурса для участников праздника был дан большой концерт, в котором выступили национальные творческие коллективы, представляющие разные народы. Ахмат Халкечев, Мухаммед Ашибоков, Вести Карачаева, Черкесия. Семья традициями сильно. В Карачаевске прошел отчетный концерт детского сада «Солнышко», посвященный Году Семьи. Как приобщить детей к культуре своей семьи, помнить и уважать семейные традиции, расскажет Майя Хамдохова. Год Семьи – это прекрасный повод, чтобы уделить особое внимание развитию семейных ценностей. Культурное наследие семьи передается из поколения в поколение и сохраняется на века. Все это было отражено на празднике. Хорошо, когда семья большая! Папа, мама, братья, сестры, я! Поздравить детей и вручить им грамоты за активное участие в конкурсах фамильного герба присоединилась Эльвира Эдиева, начальник управления образования Карачаевского городского округа. Семья – это самое главное в жизни каждого человека. Это близкие и родные люди, тех, кого мы любим, с кого берем пример, о ком заботимся, кому желаем добра, счастья. На семьях держится наше общество. Яркое и трогательное выступление маленьких патриотов детского сада номер 8 восторгают не только зрители. Сами дети с гордостью и честью представляют историю своей семьи, показывают любовь к родине. Демонстрация танцев с маками, разноцветными зонтами и необычными декорациями костюмов делает праздник не только торжественным, но и символичным. Период становления личности у детей начинается еще в детском саду, когда у них формируется рост психического, эмоционального и физического развития, рассказывают организаторы концерта. Мы хотели показать значимость семьи, то, что каждый ребенок должен гордиться своей семьей. И то, что он получает в семье, он все то хорошее будет передаваться последующему поколению. Важнее и ценнее, чем любовь и уважение своей семьи, может быть только ее история. Традиция просматривать семейные альбомы и напоминать детям о подвигах своих прадедов прививает детям непобедимый боевой дух, делятся впечатлениями родители. Это все тоже, конечно, сближает, очень сильно сближает, потому что совместное обсуждение, совместное решение, подчеркивание главных задач семейного воспитания, это, конечно, очень помогает определить самое главное, что важно в воспитании подрастающего поколения. Семья и семейные ценности не могут существовать друг без друга. Такие важные качества, как доверие, уважение, честность и даже прощение, приводят к главному – к любви. Ведь именно семья и ее история помогают укрепить ту самую неповторимую любовь к родине. Майя Хамдохова, Алий Бастанов, Вести, Карачаева, Черкесия. Команда «Курорт Архиз» получила награду в 4-м российском туристическом форуме «Путешествие» в номинации «Лучшая экспертная консультация на выставочном стенде». Победа была определена народным голосованием, и награда была вручена благодаря организации совместной работе лидеров индустрии фонда «Росконгресс», выставке форума «Россия» и проекта «Горы России». Номинация «Лучшая экспертная консультация на выставочном стенде» вручается тем участникам, на стендах которых гости форума получили самую развернутую и подробную информацию, подкрепленную наглядными и красочными иллюстрациями. Это все вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите продолжение сериала «За семью печатями». Всего доброго, до встречи!